Что мы делаем? Мы продолжаем смотреть моды, путешествия по модам слайза спайра. Из модов, которые в данный момент переведены на русский, у нас вот остался тот мод, который мы сейчас играем. Черная борода. Мы в него играли вчера. И да, он мне очень понравился, но мы далеко не прошли. По ощущениям, этот персонаж намного сложнее, чем те, которых мы играли до этого. Что-то равнится, что стрелок, по-моему, были, ну, как сказать, у них проще собиралась имба, в таком случае, со старту. Что черная борода, много других таких механик сложных, которые требуют продуманной колоды. Что, естественно, я мастерски не делаю. Поэтому, да, небольшие проблемы с черной бородой было, но были на первом-втором этаже, но зато было весело. У него эти чертовски веселые карты. И вообще, он пират. Это круто. О, Артем, привет. Артем, Артем, добро пожаловать на стрим. Я выпил, так что готов к отплытию. Ну, поплыли тогда. Двадцатое возвышение, черная борода. Вперед за победой. Ой, у нас сразу старт. Редкая карта за все золото, но... Я имею ввиду, 99 золота за редкую карту. Попугай. Попугаев мы видели в прошлый раз. Окей, попугай, это как... Во-первых, у него очень хорошая анимация, у попугая. Во-вторых, он симпатичный. В-третьих, это облик эха наоборот. Так что, веселая карта. И... Мне кажется, я его мисплею реже, чем облик эха. Сейчас я вспомню, что у пирата еще есть. А, у него стандартный удар обороны. У него есть устрашающий удар. Который слабость накладывает на противника. И сабля. Сабля, это оружие, это механика пирата. Он берет оружие, и оружие используется с атаками. Так, попугай, это понятно. Мердер. Убийство. 4 энергии. Наносит 500 урона. Не боссу. Мимолетная. Когда вы разыгрываете карту, она изгоняется и удаляется из колоды. То есть, ваншот любого элитки. Берешь это убийство, ваншотаешь элитку. Либо любого другого противника. Так-то... Звучит как очень неплохая вечеринка. Но она мимолетная. Когда вы разыгрываете карту, она изгоняется и удаляется из колоды. Ее можно только один раз сыграть. Ликвидация. Да, у нее ликвидация. Точно, ликвидация из Монстр Трейна. Все верно. А, Айдварг, кстати, привет. Добро пожаловать на стрим. Слушай, ну, конечно, крутая карта. Просто на шару элитку шотнуть, а я никогда от этого не откажусь. После апгрейда тысячи урона наносит. Ну, наверное, ее не обязательно апгрейдить, да. 500 должно хватить. Так. И... Очень интересный вариант. Энергии не хватит сейчас сыграть. Но в будущем, если мы ее увидим, например, на третьем этаже взять, и прямо... Приходящего можно убить, да. Проапгрейджной. Я бы, наверное, предпочел кого-нибудь другого. Есть оружейное мастерство. Вы берете карту, когда вас снаряжает оружие. Почему я захожу и вижу надгробную плиту? Это знак? Здравствуй, Десс. Добро пожаловать на стрим. Ну, это же ты. Ты зашел и сразу тут рип нарисовался. Что тут? Что тут можно сказать по этому поводу? Видимо, знак. Ну, выбор сейчас стоит между попугаем и оружейным мастерством, на самом деле. Надгробную плиту, я говорю, с радостью бы взял, но четвертой энергии нет. Мы просто не сможем ее сыграть. Попугаемые тестили. Попугай это облик эхо. Но вначале он не очень хороший. Плита шотает любого противника, кроме боссов. Ну, 500 урона наносит. Ну, шот, это технически. Но она одноразовая. У нее... А у нее удаление. Она удаляется из колоды, когда ты ее сыграл. Оружейное мастерство, наверное, лучше всего сейчас. Ну, знаешь что? Как мы пойдем? Пират не выглядит очень крутым, как ни странно, против элиток. Что пирату нужно, это много вопросиков. Пойдем, я думаю, сюда и в магазин, здесь под конец. Здесь магазин мы обойдем. Окей. Я рискну и возьму попугая. Если мы здесь будет лаговулен, то попугай против лаговулина супер хорош. Против гремлина и остальных, конечно, не так, но против лаговулина пойдет. Точнее не так. Против лаговулина попугай шикарная карта. Просто бомбовая. Поэтому, да, рискнем немножко. Я думаю, что все будет нормально. И мы в прошлый раз, когда играли, очень хороший урок получили по... очень хороший урок получили по использованию оружия. Йоу, Файлан. Файлан, добро пожаловать на стрим. Спасибо тебе огромное за 500 битсов. Громадное тебе спасибо за поддержку. 500 битсов. Очень-очень большая поддержка, чувак. Спасибо тебе громадное. И они все с клеверами. Всем привет и удачного дня. Тебе тоже удачного дня. Спасибо тебе огромное. Слушай, и битсы разблокируют какие-то неплохие смайлики. Я вижу. Кей-поп-дэнс. Там на Твиче какой-то ивент по кей-попу. По корейскому. По корейской музыке. Популярный. Слушай, и у них хорошие смайлики. Мне нравится. Спасибо тебе огромное за поддержку, Файлан. Десятиры им пользователям в чате смайлики дали. Чего? Чего? Шрапнель. Наносит 7 урона всем врагам. Смотри, какая. Прикольно. Это типа это пуля в замедленном действии. Круто. Избейте то уязвимость. И она 2 раза бьет. Массовый урон в начале игры очень хорош. Я думаю, я должен взять Шрапнель. И босс у нас слизень. Есть золотая оборона, но мне кажется, ее рано брать. Ее можно взять потом в лейтгейме, когда она сразу будет хорошая. В начале она забивает будет колоду. Шрапнель просто 7 урона всем врагам. В сочетании с саблей, которая урон добавляет, будет массовый урон добавлять. По-моему, круто. Так, и если убирать карту из колоды, то убирать, я думаю, обычный удар. Все равно не оборону. Магазин не имеет смысла. Магазин лишний. В принципе, я не против здесь бой видеть. Да, я совсем не против видеть здесь бой. Мне нравится. Хочу ли я сыграть Попугая? И потерять 6 хп? Что-то не звучит, как хорошая вечеринка. Мне кажется, мы убьем культиста быстрее. Я уверен, что мы убьем культиста быстрее. Особенно, если я сейчас саблю сделаю. Причем интересно, что я саблю могу на следующий ход оставить. И мы его добьем тремя атаками с саблей. Сабля, это будет 20 урона, 2 удара с саблей. 26 урона у нас есть. Прикольно, что сабля на следующий ход переносится. И можно сыграть саблю, блоки, а на следующий ход добить противника. Мне очень нравится механика оружия. Суперинтересно. Хаотичная оборона. 7 защиты добавляет в руку случайную карту. Улучшение, 9 защиты и 2 случайные карты. Я не уверен. Я не уверен насчет этого развлечения. Как-то очень странно. Пока мой любимый мод это стрелок. Тебе кто понравился? Честно, наверное, все-таки Replay the Spire. Replay the Spire с травницей у меня как-то идут на первом месте. У травницы такие механики интересные и необычные. У стрелка тоже. У стрелка стрелок очень сильный. У него он супер красиво нарисован. То есть здесь я ничего не могу сказать. У стрелка стрелок нарисован, как будто его рисовали художники с Лейзи Спайра. Персонаж полностью готовый с анимациями, с рисовкой, с механиками. То есть его можно официально как DLC выпускать по большому счету к Slade the Spire. Ну-о-о-о, травница. Травница это жесть. Она такая веселая. А Replay the Spire тот, который добавляет поезд, бабку, пирата, босса-пирата. И куча вот этих сумасшедших реликов, в которых весь алфавит прописан. Replay the Spire с травницей у меня как-то более-менее на одном уровне. Ну, блин, у меня другие критерии оценки, видишь? У меня критерии оценки. Привет. Что думаешь, идеи постремить магичный гатыринг? Арена. Всем удачного денечка и хорошего чаечка. Drunken duck. Спасибо тебе огромное за донат 80 сердечком. Спасибо тебе большое утка, которая приняла немного алкогольных напитков за поддержку. Magic the Gathering Arena. Я в арену не играл. Я играл в Magic the Gathering, который... Господи, как он... Который... А, дуэлс. Да, дуэлс. Который вышел. Первый нормальный... Ну, грубо говоря, первый... Magic the Gathering с адекватным интерфейсом, насколько я понимаю, который появился на ПК. Хотя, я, честно говоря, не следил за ними. И, в принципе, мне понравилось. Но это CCG, карточная игра. Сложно. Я раньше очень большой фанат был Hearthstone и Magic the Gathering. Я много смотрел его на ютубе и играл. Но никогда не играл в реальной жизни. В него. Поэтому у меня как-то нет привязанности к этой игрушке. Ну, вот, которая у многих игроков идет из реальной жизни, где они реальными карточками друг к другу с друзьями играли. У меня этой привязанности нет. Поэтому я не то что погромный фанат. Для меня это просто игра. Не знаю. Может, когда-нибудь мы попробуем, но, честно, вряд ли. Мультиплеерные игры. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне интересны мультиплеерные игры. Просто потому что у меня, я не знаю, мне играть с ботами, ну, грубо говоря, с противниками в Slay the Spire так же интересно, как с живыми людьми. Для меня, у меня в голове в какой-то момент переключился выключатель. Для меня нет разницы уже, что я играю с живым человеком, что я играю с компьютером. Я получаю одинаковое удовольствие. В том плане, что у меня нет отдельного центра удовольствия, видимо, который активируется при победе над живым человеком. Я примерно... Я не знаю, нормально ли я выражаюсь. Понятно ли, чего я имею в виду. Ну да, примерно так. Вот, да. Надеюсь, ответил. Чаты-боты для тебя равны? Конечно. Конечно, мубот, я тебя люблю так же, как и чат. Мубот, не уходи от меня. Так, чего там? Короче, у нас опять разговорный стрим. Ютуб, привет вам. Стихантер, привет. Всем привет, Варлок замотивирует погулять с собакой. Так, лень. Стихантер, если ты не погуляешь с собакой, она обязательно сделает тебе в коридоре огромную лужу. И вся твоя лень уйдет на протирание этой лужи. Я очень хорошо знаком. У меня в детстве была такса. Такая хорошая, большая такса. Вот такая в ширину. Вот такая в ширину и вот такая в длину. То есть такая... Ух, таксистка. И если с ней не погулять, она... Ух, хорошо веселилась. Потом с тряпкой по всей комнате ходишь. И такой в следующий раз... Наверное, я лучше пойду погуляю с собакой, чем буду с тряпкой ходить. Тайгер, да... Тайгер В, привет. Я видел, что ты только что зафоловил. Добро пожаловать на стрим. По твоему вопросу, я понимаю, что ты давний зритель с ютуба. Потому что вопрос... Когда продолжение Риска Фрейн с Мишей? Не знаю. Миша же сейчас не стримит. И вообще, я не знаю насчет каупа. Насчет каупов у меня как-то... Мне нравится играть самому. Я старый солдат. Сижу в своей пещере. Все больше дичаю с каждым днем. И это просто прекрасно. Чем дальше, тем меньше я разговариваю и общаюсь с живыми людьми. Ну, кроме вас, чат. С вами-то я разговариваю все время. Стул у зрителей важнее. Стул он такой, да. Стул он хороший. Согласен. Ты у меня в друзьях с теме есть даже. О, какой ты зритель давний. Я очень давно друзей в Steam не добавляю. Слушайте, мне чуть-чуть ничего тут не понравилось в этих картах. Очень-очень давно не добавляю друзей в Steam. Карлик, привет. Привет. Смотрю тебя со временем, когда о дефекте и речи не шло. На стрим попадаю раз-второй. В общем, спасибо за твою творчество, за душевный контент. Спасибо тебе огромное. Морда Кайзера. Мне кажется, я помню твой ник. Возможно. Дай посмотрю. Потому что я его бы запомнил. Мне кажется, ты... А может, ты не писал в чат, не знаю. А может, я на ютубе тебя в комментариях видел. А может, мне приснилось. Ник просто запоминающийся. Спасибо тебе большое, Морда Кайзера, за то, что смотришь. Добро пожаловать на стрим. Да. И... Спасибо тебе громадное за теплые слова. И... Да, приятного просмотра. Тебе... Тебе тоже отличного... Отличного вечера. Эм... Да. Тят, вот. Что-то мы заговорились. Давно смотрю на стримах редко. Не мисплей гончара. Ну окей. Не мисплей гончара. Пункт записан. Список дел на сегодня. Сер манял. Я тебя видел, кстати. Привет. Так. Две воши. Две воши. Звучит как отличная вечеринка. Нам на них попугай не нужен. Да? Мне нет смысла ядро играть. Что оно все равно урона не нанесет. Ядро... Ядро можно оставлять, чтобы они были как... Бесплатная атака на будущее. Правильно. Копье можно не расходовать. Ну, хотя без разницы. Я, кстати, добавил копье. Но с оружием я буду очень аккуратен. То есть, если мы добавили копье, мы не хотим других оружий добавлять. В высоком случае мы не хотим сильно много других оружий добавлять. Я сразу вижу меч и такой. Зачем я добавил это дурацкое копье, когда есть меч? Я же знаю, что меч лучше. Не понимаю. Варлок спорим, я тебя удивлю. Попробуй. Попробуй. Я имею ввиду, ты можешь попробовать. Но я старый солдат. Меня уже особо не удивить. Что за мод? Пират. Черная борода. Очень пиратский мод. Смотри, попугай даже есть. Повязка на глаз. Три слабости. В начале хода берете дополнительную карту. Да, повязка берсерк наоборот. Все верно, чат. И я смотрю на нее, так-то прикольная штука. Блин, добавлять ли мне еще одно оружие? Мы опять окажемся в той же ситуации. У нас будет слишком много пушек. В смысле оружий. Три оружия, это очень много оружия. Если брать меч, надо удалять саблю. Могу ли я удалить саблю в ближайшее время? А черт его знает. В магазине? Мобот в личное сообщение пишет. По-моему, он в личку пишет, если сообщение было... Если эта же команда была использована буквально секунду назад другим пользователям. Он может в личку написать. Мне кажется. Якори-то хорошая штука. 10 блока за 0. Начальная. Проблем с этим нет. А, после апгрейда еще карту дает. Еще классно. Я, по-моему, возможно, делаю ошибку, но я возьму этот меч. Очень уж он мне нравится. Так, и апгрейд. Внимание, это апгрейд перед элиткой. Мне кажется, мы очень хорошо будем стоять против лаговулина из-за попугая. Мы будем нормально против стражей. Из-за шрапнели. Мы будем очень плохо против гремлина из-за того, что он гремлин. А копья это навыки. Оружие это навыки. Да, на гремлине нам капец. Попробуем, может быть, меч затащит на гремлине. Не знаю. Возможно. Будет ли еще когда-нибудь Dicey Dungeons? Если выйдет либо вторая часть, либо большое крупное DLT к нему. Официальное. Я видел, что там есть мод хороший. Я имею в виду официальное DLT. Окей. Против лаговулина я все равно буду брать огненное оружие. Оно самое лучшее. И, как я и говорил, лаговулина идеальная элитка. Мы успеем сыграть попугая против него. Хоть даже и на следующий ход, но все равно. Я не буду с саблей играть. Потому что я хочу два меча против него вооружить, а не сабли. Меч намного лучше сабли. В разы. Попугай сыгран. Копье тоже, кстати, пойдет. И лаговулина просыпается, что не идеально. Но все равно норм. То, сколько сыграно хороших карт у нас. Подожди, у меня два копья сыгрались. Попугай же. Ну ладно. Мы можем израсходовать много оружия здесь. Ядро. Устрашающий удар с огненным мечом. И шрапнель. И есть ли мне смысл не играть меч? Наверное, нету, да? А, у меня двойной меч. Ну я глупый очень. Последняя карта играется два раза. Окей, я туплю. Последняя карта играется два раза. Мы, кстати, его вынесем 100%. Поэтому последнюю карту я сыграю оборону. То есть я сыграю удар здесь. Теперь ядро. И две обороны. И мы получим 15 блока. Потому что урона мне точно хватит, чтобы его вынести. 100%. Мы сделаем так. Так. И устрашающий удар будет двойной. Что его убьет просто. Мы могли еще больше хп сэкономить, по-моему, из 5 не смесплеял. Как считаются эти цифры от первого появления в чате? Если ты имеешь в виду команду, сколько в чате, то она считает, сколько ты являешься фолловером. Насколько я понимаю. Да. Повязку капитан носил не всегда из-за проблемы со зрением. Иногда их носили для быстрой адаптации к темноте в трюме. Сергей, ты прям шаришь в пиратах. Ты пират? Мне нравится, это хорошая информация. Ну да, если повязку одеть, то можно. Можно так делать. Типа выходишь на свет. Ну да. Слушай, звучит как... Понятная вечеринка. Мыши-бунтовщики и волшебник Барри Шпроттер. Барри. Ты волшебник, Барри. Спасибо вам огромное за донат 32 с сердечком. Спасибо большое. Но это будет. Я точно хочу посмотреть на Нойту релиз. Потому что Нойта была суперская, когда мы в нее играли. Но ее надо смотреть заново. Нужно изучать Нойту. Ужас морей. Да. Пока у нас разговорный стрим. Поговорим о планах моих на будущее. На настоящее. На прошлое. Этого мира. В общем. У меня примерно 5000 новых игр в планах, которые все надо смотреть. Мы их будем смотреть, когда закончим Skyrim. И может быть будем по чуть-чуть вставлять вместо модов Slay the Spire на следующей неделе. Я не знаю. Честно, моды такие классные, что я в них еще не наигрался. Потому что каждый мод это как новая игра. Ну. Вот. Мы. Когда закончим Skyrim, в третий слот вернем новые игры. И у нас будет там каждый стрим или каждые два стрима новая игра. В каком случае это мои планы. Расскажи про свои планы императору. И он посмеется. Сколько у нас примерно серий Skyrim осталось, я без понятия. Как же джедайский мод, как же хубрис. Да, у меня сейчас мы играем пират, а потом джедайский мод. А хубрис переведен? Я думал хубрис не переведен. То есть джедайский мод будет в субботу или в понедельник. На полгода хватит Skyrim, а че-то не пугайте меня. Skyrim мне очень нравится. Хубрис не переведен, но там и не надо ничего переводить, там базовые понятия. Ага. Тогда посмотрим. Йоу, Лаки Шеннирайк, привет. Привет. У Нойты крутой твич-мод? Чатик раз в минуту может выбрать какое-то событие для стримера. Ну, сливаем воду. Сливаем воду, товарищи. Слушай, я беру ужас морей. У него картинка вон какая красивая. Накладывает три уязвимости на всех врагов. Сжигается. То, что нужно. А, и мы выбили игровую фишку. Я че-то ничего не сказал, но игровая фишка супер хороша. Окей, я бы хотел убить слизней. Сабля плюс ядро, это 10 урона. Мало. Мы хотим меч вытащить здесь. Надо оставить шрапнель, ядро, но не саблю. Да подожди, сабля с шрапнелью это 11 урона. Окей, на всякий случай саблю стоит оставить, но меч, конечно, шотнет их. Но нам стоит скинуть все в поисках меча. Для шрапнеля. Отлично. Меч плюс шрапнель шотает всю пачку. Меч очень крутая штука. А, и копьем можно было шотнуть. Все верно, шот. В смысле, хубрис не переведен? Я переводил 3000 лет назад. Тогда вообще отлично. Так, тогда еще хубрис в планах. Значит, план на моды. Мы играем сейчас пирата. Потом мы играем джедай мод. Потом мы играем хубрис. Вот так вот. Планы составлены. Конечно, они все развалятся к чертям, но... Господи. Кузничный молот, но мы не берем больше оружия. То есть, мы же сделали выбор. Нашим оружием будет меч, копье. А саблю я хочу удалить. Когда мы удалим саблю, я, может быть, возьму другую пушку. Но пока нет. Призрак в роме. О, господи. Это картинка. Где они это нашли? Смотрите на этот чат. Это призраки. И у них есть ром. Дает один неосязаемость, и вы теряете два сопротивляемости. Это надо потестить. Сжигается. Я не знаю, что насчет сопротивляемости, но это надо тестить. Потому что мы ее так и не тестили в прошлый раз. О, кукла Дуву. Ну, кукла Дува лучше Ваджра. Всегда. Призрак Рома. Бедный Рома. Так, теперь сюда. Стоп. Возможно, мне хилка нужна. О, если я могу взять хилку и пойти на огненную элитку. Потому что магазин не суперинтересен. Только если удалить саблю. В магазине. Ммм. О, затащим мы огненную элитку или нет? А потом слизня после нее. Это точно будет либо гремлин, либо стража. Гремлин очень плохо. О, бахау. Ммм. Йоу, бахау, привет. В связи с тем, что в мире всегда есть беременная, среднее количество скелетов в человеке всегда больше одного. Логично. Ничего не скажешь. Ивент на яр был? Не было. Пять уязвимостей уже, смотри, накидывает. Круто. Знаете что? Хилимся здесь. То есть мы подумаем здесь на перекрестке. Галька? О, блин. Круто. Окей, знаете что? Мы идем на огненную элитку. Чёрт с ним. И апгрейдить я буду. Призрак в дроме, делая так, что теряешь один сопротивляемости. Ммм. Окей, Сергей, я не знаю, чего ты этот. Чего ты всякие странные вещи пишешь? У нас стрим смотрят младшие братья. Поэтому я тебя попрошу этот вот такие вот шуточки убирать. Окей? Договорились? Спасибо. Спасибо большое. Эмм. Так. Еще топ-мода. Роргмод. Ставцы спаеринфинити спаер. Колейшин аспирейшин даунфол. Конспайер векс мод. Все крутые, особенно если все смешать, будет самый вкусный коктейль. Да, но... Дело в том, что... Ммм... Дело в том, что... Они на английском, эти моды. Моды на английском мне не подходят. Совсем не подходят. Поэтому, если мод на русском, я с удовольствием будем в него играть. Моды на английском никак. Даже не знаю, чего проапгрейдить. Шрапнель. Шрапнель звучит как неплохая вечеринка. Уже смотри, пять уязвимостей пока нам не нужно. Ни для чего. Ммм... Наверное, шрапнель. Хороший апгрейд. Массовый урон. Да? Если будут стражи, будет... Шрапнель очень поможет. Здесь шрапнель поможет. Она, кстати, шотает здесь вошь. Поэтому... Все, что мне нужно сделать... Что найти... Нам еще одну оборону. Верно? Мы не получим урона от мародера. То есть, что я сделаю здесь? Ты сыграешь... Я знаю, что без оружия играю, но все равно. То есть, оборона. Оборона. Шрапнель. Какая красота. Ужас, морей. Подожди, мы с мечом его не можем добить? Меч дает плюс шесть урона. Меч с двумя ударами нанесет двенадцать урона. Сам меч. И четырнадцать. Четырнадцать плюс двенадцать. Двадцать шесть урона, да? Четырнадцать плюс двенадцать. Двадцать шесть. То есть, там мы его не убьем. К сожалению. Кому? Сейчас легко. Можно было призрак в ром... Призрак в роме попробовать вытащить. Потестить его. Потестим в другой раз. Окей. Ты же знаешь английский, а не играя в английские моды, много интересного контента теряется. Да, но не все, не все зрители смогут этот контент получить, правильно? То есть, если мы играем модно английском, то не все зрители смогут понимать, что происходит на экране. Только те зрители, которые знают английский. То есть, не все смогут читать карты. Все, например, делаю выбор между тремя картами. Зрителям, которые смотрят... Которые не знают английского. Единственный способ им... По... Со мной обсудить выбор между тремя картами. Это, если... Это в тот момент... Если они присутствовали в тот момент, когда я в первый раз читал карту. И перевел ее описание на русский. Насколько это проблематично. Поэтому... Там действительно самый банальный английский. Это он банальный для человека, который знает английский. А для человека, который не знает английского, он не банальный. Он выглядит как тарабарщина. Поэтому... Вот в чем проблема. Поэтому, да, такое не этот... Не прокатит так. Либо мне каждый раз читать описание всех трех карт. То есть, я вот вижу три карты, и каждый раз я их пол... Делаю фулл перевод карт. Чтобы зрители могли тоже смотреть, чего я, собственно, выбираю. А, тут иногда в Slides Spire и в русском не разберешься описание. Не то, что в английском. Так ты переведешь? Я могу перевести, но это долго. Перевод очень сложная работа. Тяжелая. И... Вот так перевести, вот так, как этот мод переведен. Чтобы все было четко, аккуратненько и красиво. Это очень сложно. Чтобы у тебя нигде в картах понятия не путались. Чтобы у тебя везде падежи правильные были. Знаете, как сложно? Я переводил моду. В первый раз, когда они вышли, я занимался переводом для себя. Очень тяжело. Фехтование, избить, тактическое отступление. Ну, дополнительная карта на следующий ход звучит неплохо. Есть моды, которые добавляют только релики. Как ты к ним относишься? Ну, они добавляют релики на английском. Правильно? А представь, как переводить тот мод, где в описании релика весь алфавит. О, да, это ад. Поэтому я очень ценю работу переводчиков. Мы с вами любим веселиться над странными переводами. Но мы вроде как это делаем в положительном ключе. Я все-таки никогда не типа, фу, плохой перевод. Потому что мы просто ради фана веселимся. Так же, как и над играми. Но я знаю, насколько тяжелая работа переводчика. По-моему, у меня там потяжом выше кто-то труп уронил только что. Держите свои трупы на привязи. Знал бы я, как делать переводы в играх, не сидел бы по 10 часов в день на ютубе и твиче. В спайре, с технической точки зрения, в спайре очень легко переводить. Вообще легко. То есть там все... С технической точки зрения, в смысле там... Когда я переводил, насколько я помню, просто открываешь файлы через программу и все. Просто переводишь. Ну, заменяешь английский так с русским. Так что ты можешь спросить у нас в Дискорде. Тебе там подскажут, чего нажимать. И можешь делать перевод. Да. Я не знаю, нужно мне фехтование в этой ситуации или нет. Я очень хочу в фехтование с мечом играть. Но ни с чем другим, кроме меча. Что с мышиным переводом? Почему так плохо? Потому что игра корейская. И, соответственно, переводить с корейского на русский намного сложнее, чем с английского на русский. Сложнее найти переводчиков, я думаю. Я думаю, мы скипнем здесь фехтование. Пока что у меня слишком много лишних оружий для него. Да, я думаю, я скипаю это все. Я боюсь, что мы не затащим элитку, если у меня еще дурацкое фехтование в колоде будет. Окей. Здесь мы играем попугая. Эта элитка, это не шутки. Мы играем попугая и... На следующий ход мы... Я хочу на следующий ход вытащить шрапнель, меч. И все. И ужас морей. И ничего кроме этого. Поэтому эти карты я оставляю. А, я призрак тут. В ром я хотел на следующий ход. Ну, не важно. В общем, я не буду ролить, потому что здесь есть шрапнель и меч, который у меня есть. На будущее. Поэтому, да, я оставляю карты как есть. Фигачим жидкую бронзу. Фигачим попугая. И, да. Ядро тоже не стоит разыгрывать сейчас, пока нет меча. Нет, стоит. Попугай с ядром сыграл. Отлично. Очень плохой второй ход. Но есть меч. Из положительных моментов. Время использовать деле ловкости. Мы можем двойной меч сделать. Да, оборона, оборона. И двойной меч. Меч огня, естественно. Фигачим попугай сыграть нам два меча огня. Все. Оружие заряжено. Следующий пункт. Это сыграть двойную шрапнель. Двойная шрапнель убьет часового по центру или нет? Шрапнель наносит 14. Это будет 28 урона. Плюс еще 6 урона от двойного меча огня. 28 плюс 6. Это 34 урона. Его не убьет. Но если сделать при этом еще удар, то тогда убьет. То есть удар мы хотим сыграть последним. Значит, что я хочу сейчас сделать. Это сыграть ужас морей. Удар. Двойную шрапнель. И копье. Копье. Ужас морей. Просто чтобы снять с них стаки артефакта. Я знаю, что он ничего не сделает. Теперь удар. И двойную шрапнель. Попугай сыграет вторую шрапнель. Отлично. Просто шикарно. Ну и здесь мы уже все. Мы победили. Очень хорошее убийство элитки. Сухая ветка. Вау. Вау, какой старт. Жесть. Зачем описание карты? Как в айзеке? Берешь что-то. Оно что-то делает и играешь. Ну да. Но это мы в мышах примерно так и играли большую часть карт. Берем. Играем карту. Какой-то воробей торгует. Оказывается, что это воробей бомбы на врагов сбрасывает. Мы примерно так и тестили. Мне кажется, или если бы хотя бы 2-3 мододела по шпилю объединили свои усилия, они бы сделали весьма неплохую игру. Ну. Да. Я уверен, что люди, которые делают моды, смогли бы сделать игру. Но производство игры, это нам совсем другое, чем производство бесплатных модов. Для того, чтобы их люди могли использовать просто так. То есть, когда вы объединяетесь там... Это не так просто объединить 2-3 людей для того, чтобы что-то сделать. Особенно, если в этом появляются деньги. Ну, по игру вы делаете для того, чтобы продать ее, правильно? И, соответственно, там сразу деньги появляются. Потом это надо как-то думать, как-то делить. И потом начинается обязанность у всех. А деньги не появятся, пока игра не продастся. А продастся она или нет. Это очень сложный процесс. Все, кто пробовали работать в команде с другими людьми, Особенно через интернет, если это происходит. Это очень сложно. Потому что у каждого своя жизнь. И сложно это собраться. И плюс все это делается в свободное, как бы, от основной работы время, правильно? То есть, там у тебя 2-3 часа в день, которые ты пытаешься выкроить на то, Чтобы чего-то там куда-то сделать. И чего-то поделать. Или поспать лечь, или заняться модами. И одно дело, когда ты этими модами можешь заниматься. Тогда, когда тебе это удобно, и ты ни от кого не зависишь. Почему большинство людей делает моды в одиночку? Одно дело, когда ты один, и ты типа захотел поделал, захотел не поделал. Если ты захочешь, ты забьешь на мод в любой момент. Мало ли какие у тебя ситуации в жизни. Так что вот. Пачка мододелов человек 10 объединились для создания первого модового акта. Джунгли на первый день рождения модов. Вот, вот джедай. Спасибо тебе за инфу. И насколько я знаю, джунгли бомбовые получились. По-моему, лучше пробовать этим заниматься, чем ходить на работу, которую ты ненавидишь. Да, но если ты не будешь ходить на работу, которую ты ненавидишь, у тебя не будет денег, для того, чтобы заниматься тем, что тебе нравится. Правильно? То есть как? Как быть? Я пять лет занимался ютубом. Это я сейчас фуллтайм стримлю. Пять лет я занимался ютубом в свободное от работы время. К счастью, я не... Очень-очень давно не ходил на работу, которую ненавижу. Потому что работа, которой я занимался, мне очень нравилась. Но все равно. Ты не можешь просто так взять и... Теперь я буду делать моды и не буду ходить на работу. Нет, ты можешь это, когда тебе 15 лет. И ты... Ну, у тебя есть, кому тебе помочь финансово. Но когда тебе 30, представь, тебе 30 и ты... У тебя жена. И ребенок. И ты такой в какой-то момент такой... Жена! Знаешь чего? Я решил, я тебе не хожу на работу. Я буду... Я буду делать игры. Да, жена, иди на работу. Я буду делать игры. И даже если в итоге у тебя игру получится сделать, тебе жена скажет... Эй. Мой друг. Ничего, что... Ребенку надо портфель в школу покупать. Соответственно... Да, вот такие дела. Знаешь что? Я беру якори. И... Я думаю, я не буду хилиться перед слизнем. Мне кажется, мы его убьем нормально. По идее... Если попугая быстро сыграем... У нас есть урон. Есть люди, которые... Могут, конечно, так тебя поддержать, но это очень редко. Я писал игру в команде четырех человек. Гори, а, но конем... Это объединяться и написать маленькую игрушку. Ну, сложно. Сложно в команде работать. Для всех, кто в команде обычно. Особенно, если это команда незнакомых людей. Когда это знаком... Когда это команда... Людей, которые знакомы в реальности... И то... И то у тебя будет куча проблем. Если только вы не будете это... К этому относиться как к работе. И там приходить вот... Все, мы каждый день в 12.00 собираемся. И вот мы пять часов работаем командой. Эм... Да. Тогда да. Это может сработать. Через интернет очень тяжело. И поэтому таким вот, как джедай говорит, что если люди собрались, сделали огромный мод вместе... Огромный респект. Вообще огромный респект людям, которые делают игры. Это очень круто. Мне кажется, нужно уметь правильно работать в команде. И нужен хороший лидер. Да. Но это ничего не значит. То есть эти слова в реальной жизни ничего не означают. Что значит уметь правильно работать в команде? Как это? Что это значит с технической точки зрения конкретно? Когда ты подсобираешься командой и... Ну, мы теперь будем работать в команде. А... И чего? Как нам научиться лучше работать в команде? Ну, я-то... Я представляю примерно, как это работает. Потому что я работаю в торговле и... Мы... Ну, мы как бы... Мы работали в магазинах командами. То есть вот у нас есть там... Сколько нас человек. Мы сами все придумываем. Какие-то фишки делаем. Но это, блин... Это как работа. Ну, это реально была работа. А когда это не работа, а... Занятие чем-то в свободное время... Совсем другое дело. Ммм... Чего я хочу проапгрейдить перед этим боссом? Может, Ужас Морей? Мы кинем его на первый ход. Ну, Ужас Морей может очень помочь. С другой стороны, Призрак в роме контрит. Знаете что? Апгрейдим Призрак в роме. Потому что он же контрит мега атаку слизня. Правильно? Там же... Не... Написано, что он... Неосязаемость дает на этот ход. Окей, мы играем попугая здесь. И ничего кроме попугая. Попугай был сыгран. Ммм... Я сыграю двойное ядро здесь. Ой, веткой... А, ветка же за все ядра будет давать шняги. Разломать. Удаляет правое оружие. В очереди дает две энергии. Оу, как интересно. Я могу сломать копье. Ха. Но я хочу последним сыграть Призрак в роме. По идее, два стака неуязвимости может дать. Яу, фаркью кон, привет. Добро пожаловать. А чего мы в джунгли не гоняем тогда? Перевода нет. На счет этой темы. Что посоветуешь в моей ситуации? У меня есть все условия для того, чтобы стать блогером. Даже фуллтайм стримером. Но из-за аллергии опасаюсь браться. Часто и довольно непредсказуемо чихаю или начинают течь сопли. Стоит ли браться? Ну, браться-то ты возьмись. В смысле... Ну, это очень фигово, что у тебя такая ситуация. Но ты никогда не знаешь... Как... Чего получится в процессе. Ты... Ты не можешь... Ты пока не попробуешь, ты не узнаешь, чего получится. Я имею ввиду... Откуда ты знаешь, как сам процесс стримов у тебя будет выглядеть? И как твоё... Ну, чихание отразится, например, на процессе стрима. Ты... Возможность для того, чтобы стать блогером фуллтайм стримером есть. Ну, ты... Ты, если тебе хочется этим заниматься, делай. Если тебе нравится... Если тебе хочется быть стримером, ты попробуй. Смотри, как пойдёт. Неделю, две, месяц. Хотя бы в свободное время. Попробуй постримить. И проверь, нравится тебе процесс сам или нет. Потому что одно дело... Одно дело этот... Ну, как ты себе представляешь сам процесс стриминга? А другое дело... Как он выглядит на самом деле с точки зрения того, кто стримит. И... Я не знаю, как это... Ты пока не попробуешь, не узнаешь. Вон, варлок постоянно бегает куда-то, тоже что-то мешает. Да, я вот всё время в туалет бегаю. Я... Я сейчас хочу в туалет сбегать. Мы с вами сильно долго разговаривали, и у меня уже этот... Знаете что? Я не думаю, что чихи или высмаркивания будут приятны зрителям. Вот тебе демонстрация. Варлок пошёл в туалет. Ну, а что я сделаю, чё? Вот такой стример, который в туалет уходит. Привет, Бас. Добро пожаловать на стрим. Я сейчас приду. Отвратительно. Согласен, чё. Ужасно. Стример-человек это отвратительно. Лучше бы был робот. Когда у нас уже роботы стримить начнут? Это было бы очень круто. Если бы... Стримил бы сразу из туалета. Да, кстати. Чё заморачиваться, правильно? Сразу. Фул. Фул. Туалет бил. Всё, туалетные шутки пошли. Так. Я хочу этого слизня... Сбить. Но не полностью. Если я его ударю два раза шрапнелью... С саблей... Мы нанесём ему... 44 урона. Что его не собьёт. Как раз 78 хп. Теперь в идеале я бы хотел сыграть меч. Я не хочу на него удар сейчас двойной играть. Я хочу ждать. О, двойное дно. Какая хорошая карта. Так. Теперь. Я хочу сыграть двойной меч. А на следующий ход я его хочу сбить. Хотя на нём уязвимости и не будет. А... Наверное, он не прав. Потому что я сейчас могу... Смотрите, я могу сделать... Меч одинарный. И потом сыграть... Да, я сейчас больше урона нанесу. Теперь сыграть удар. Устрашающий удар. И двойное ядро. Это его должно убить. Не серебру пирата. Ну окей. 6 хп мы ему оставили. Слушай... Когда мы перестали брать миллион оружий, стало лучше. Намного лучше. Rebellion Dandelion. Добрый вечер. Добрый вечер. Леди Rebellion Dandelion. Добро пожаловать на стрим. О, спасательная шлюпка. Смотрите на неё. Какая красота. Посмотрите на это. Я навигатор. Спасибо тебе за донат. Эй, хоу, эй, хоу. Бутылия Рома, не поделитесь. Рад видеть вас, Кэп. Я тут хоть эпизодический персонаж, но сказать здравствуйте надо. Добро пожаловать. Навигатор. Спасибо тебе большое за поддержку. Хей, хоу, и тебе тоже. Как мы убили слизня? Один урона получили. Мне нравится очень эта карта. Мне очень нравится призрак в раме. Очень круто. Самое сложное это то, что происходит вне стрима. К сожалению, стрим нужно поддерживать в свободное время. Это тоже. То есть... Если что, Rebellion Dandelion, мы тут чё, чё-то у нас опять разговорный стрим. Мы про это всё, про стриминг говорим. И этот... То есть, если... Для стрима нужно две вещи, по-моему. То есть первое, это найти платформу, где стримы рекламировать, грубо говоря. Потому что сам ты... На самом Твиче людям тебя очень сложно будет найти. То есть, это либо Ютуб-канал, либо Инстаграм, либо группа ВКонтакте, либо Дискорд, ещё что-то, где тебя просто будут находить. И второе, это, блин, ну, много работать над этим вопросом. Прямо. Очень много. Всё, свободное время, в идеале. Ну, либо 90% свободного времени. Как-то так. Чё-то у пирата много золотых карт. Вон, гильотина. Да, у него есть голодая гильотина. Она уже будет наносить 15 уронов всем. Мы её брали тогда. Спасательная шлюпка, чё-то имба. Правильно ли я понимаю, что это карта латника? Тога даёт не 30 защиты, а 26 защиты, но при этом не сжигается. Облик нежити. 3 неосязаемости. Получаете 45 урона, если на вас нет неосязаемости. У меня есть... Призрак в роме, который тоже сжигается. Ммм... Ну, облик нежити выглядит интересно, учитывая, что у нас уже есть одна карта на неосязаемости. Если играть с попугаемого, то это как бы... Э-6 неосязаемости. Что? Довольно жёстко. Сильнее облика безмолвной? Ну, как сказать. Дебаф у облика безмолвной нас намного меньше. То есть, минус ловкость, это не так критично, как 45 урона в ход. Давайте тестить этот облик. Надо тестить его, да. О, глаз. Привет, глаз. Как-то плазма для пирата, наверное, худшая вещь. У него так много всего завязано на золоте. 500 зол. Я хочу зельки использовать. Хмм... Шлюпка под попугаем вся защита. Как и облик нежити под попугаем, тоже вся защита. Хочу ли я глаз брать. Глаз хорошо с попугаем и обликом. Ядро, по идее, должно работать с глазом. То есть, оно добавляет его. Он... Ядро добавляется в колоду. Оно будет за ноль, как заточка. Да, поэтому ядра будут работать. Но якорь становится хуже, но он все равно неотвратительный. Копье очень плохо. Легкая возможность разыгрывать попугая. Улучшение облика уменьшает урон, который он наносит. Не добавляет стаков неосязаемости. Может быть... Вот если бы взяли гильотину, я бы даже не задумывался насчет глаза. Я думаю, что похоже на Содзу. Хмм... Слушайте, я не хочу играть с глазом. Глаз очень сильная карта. Но давайте брать Содзу. Глаз... Я уверен, что мы какую-нибудь имбу с глазом соберем. Но давайте попробуем просто через энергию пока. Не будем принимать резких решений. Где у меня огненная элитка? А, мы ее убили. Отлично. Просто шикарно. Окей, мы идем через магазин. Костер. Элитка. Костер. Элитка. Да можно, если совсем обновить, пойти элитка, элитка. Те элитки. Мы в любом случае хотим через магазин пройти. Левый путь ужасен. Там, сто пятьсот элиток. Монстр трейн показывает, что топор важнее. Но в Монстр трейне другие понятия. Там ты один раз дорогое существо сыграл и забил про него. И в Монстр трейне на любое заклинание можно навесить... Махтим попугая в первый ход всегда. Монстр трейне на любое заклинание можно навесить уменьшение стоимости. Поэтому чуть по-другому. Окей, попугай был сыгран. Призрак в роме будет двойной здесь, если я его захочу сыграть. И он, по идее, должен у меня стакнуться с обликом нежити. Теперь я играю в двойной облик нежити. Вон она в конце сыграет, соответственно. Я играю в меч, огня и двойной облик нежити. Что дает нам семь ходов бессмертия. Ну, за семь ходов, наверное, убьем как-нибудь, как вы думаете, чё-то. Реально ли это? Так, последняя карта играется в два раза. Так что мы играем шрапнель двойную. Так, двойную шрапнель. Наверное, за семь ходов сможем убить. Я думаю. Ловкий удар. О! Вы видели, какой мужик стоит на яблоке? 13 урона снижает стоимость данной карты до нуля. До конца хода, если у вас снарядили оружие в данном ходу. А-а-а. Прикольно. Заострить. Дает плюс два урона всем снаряженным оружием. Ща огонь. Фразы, я не хочу играть с глазом, я не ожидал. Мир меняется. Мы все изменились. Так. Мстительный дух это еще не осязаемость. Ну, больше бессмертия богу бессмертия. Чего уж. Фулл билд на бессмертие? Стремно, конечно. Ничего не могу сказать. Попугай и двойную оборону сыграть, да? Нет, двойной якорь. Попугай, оборона, двойной якорь. Тогда я больше скидывать ничего не хочу. Попугай, оборона, ядро. Двойной якорь. Ноль урона. Двойной облик нежити. Но он должен быть сыгран последним. Пытаюсь этого не забывать. И да, из шесть ходов бессмертия. Но если бессмертия не будет, мы получим 90 урона. Чем мы будем врагов убивать? Не знаю. Но у меня будет все бессмертие. Восемь ходов бессмертия. Шипы много урона наносят. О, гильотина. Какой интересный персонаж. По-моему, мы выиграем. Я хочу... Я наглею? Мне кажется, мы выиграем. Чисто из-за того факта, что... Я сейчас могу себе настакать 10 ходов бессмертия. Вообще без проблем. За 10 ходов можно сердце убить. Я... Я прямо этот... Прямо просто... Прошу на свою голову какую-нибудь... Какую-нибудь жесть. Но... Да... У меня просто очень хорошее ощущение по этому поводу. У нас могут... Все равно кто-нибудь может шелкнуть в первые пару ходов. Очень важно попугая быстро вытащить. Ну, мне кажется, мы сделали это... Слишком сильная колода. Все эти бессмертия. Повезло? Да. Посмотрим, что будет дальше. Попугай очень нужен. Без попугая это все играть нельзя бессмертия. Танец мечей. В этом ходу 3 следующие атаки используют все снаряженное оружие. Ну... Прикольно. Не пират, кстати, это ниндзя. Хм... Если я возьму танец мечей... Нужны атаки. Фишка в том, что атак-то нет. У меня так много оружия и фишек с оружием. По-моему, это лишнее. По-моему, я скипаю. И вот нет попугая. Впервые мы это сделали. Мы не нашли попугая. Или... Все-таки нашли. Нашли. Отставить панику. Все в полном порядке. Черт. Наоборот. А, двойная оборона сейчас сыграть. Наоборот двойное копье играть. Я хотел панику. Чат. Мы хотели панику? Так. Как мне здесь сыграть? Ну, нужна двойная оборона, чтобы не получить урона. Значит, птицу мы не собьем. Значит, на нее надо устрашающий удар сделать. Но. Шрапнель должна быть с увеличенным уроном. Устрашающий удар на птицу. Удар сюда. Войная оборона. Мы не получим урона. Попугай сыгран. Внимание. Помним об этом. Так. Призрак. Призрак в роме пришел. Спасибо тебе, призрак в роме. Ужас морей. Отсрочная боль. Дает 17 защиты. Вы получаете 4 урона в конце следующего хода. По идее, призрак в роме должен контрить это. Но мне не нужно 17 защиты, если у меня будет двойной призрак в роме. Знаменитые на весь мир японские пираты. Это Роруно Азоро. Гигантское ядро. Наносит 37 урона, сжигается. Поднять мораль. Вы берете 2 карты, дает энергию, сжигается. Что-то знакомая штука. О, штаны. Дает 5 панцией. Что-то штаны, оказывается, дает 5 панциря. Вы знали об этом? Еще одно ядро, пожалуйста. О, Джек Воробей. Привет. Безрассудство. Вы теряете 2 энергии. Дает 2 энергии, вы теряете 2 энергии в начале следующего хода. Как плохо быть Джеком Воробьем. Вся энергия теряется. В начале следующего хода. Так, чего тут хоть происходит? А так нету вообще. Призрака сыграть. Просто убить его, да? Убейте птицу. Кто-нибудь убейте эту птицу. Спасибо. Кинжаль. Еще одно оружие. Мне хватит оружия. Сдвойное ядро. Наносит 6 урона, добавляет руку ядро. Странно. Ой, точно, капитан Джек Воробей. Точно, простите. Прошу прощения. Конечно же, капитан Джек Воробей. Каюта капитана. 12 защиты, одно ядро. Пойди мне, защита не нужна. Мне нужны атаки. Ну, не такие атаки. Нормальные атаки. Другие атаки. Кинжал несерьезно как-то. Нужен какой-нибудь хороший релик. О, это что такое? Наконечник копья. Оружие наносит 3. Оружие наносит на 3 больше урона, если его прочность равна 1. О, как интересно. Есть что-то еще на бессмертие? Вроде не вижу. Пиратский крюк. Наносит 7 урона, если это наносит как минимум 10 урона, наносит 7 урона еще раз. Типа для уязвимости. Или для оружия. Привет, Данил Наумов, кстати. Добро пожаловать. О, Корсив, привет. Че, осколок? Да ну нет. Мы смотрим на мод. Никаких осколков. Если мы не играем через фехтование, то наконечник неплохо смотрится. Там, кстати, второй раз за него осколок приходит уже. А если я возьму наконечник, я сейчас могу карту удалить. Наверное, это хорошая идея, да? Тут еще интересного есть. Избиение. Крюк. Крюк это атака. Понимаю, что я жалуюсь, что у меня атак нету и удаляю удары. Но удары очень плохие, атаки. Могу взять избиение. Знаешь что? Это уязвимость. Это уязвимость, это атака. Это нормальная атака. А, ивент на идол. Очень не вовремя как-то. Удалить саблю. Кстати, можно было удалить саблю, да. Согласен. Это, наверное, было бы лучше. Я никак не привыкну, что здесь выгоднее такие вещи делать. Так, если апгрейдить, то избить. Два уязвимости намного круче, чем один. И мы идем на элитку здесь, да. Я верю в наши силы. Привет, гремлин. Ты меня недавно убивал, но сейчас ты пойдешь в баню. Нужен попугай. Очень нужен попугай. Не вытащил, естественно. Естественно. КРХМ. КРХМ. Капитан Джек какой-то воробей торгует. Спасибо. Спасибо большое за донат. 32 сердечком. КРХМ. КРХМ. Согласен. КРХМ вам тоже. И смотрите, мне ни один урона не хватает. Вот что я говорю, а так нету. Точно надо было ни удар удалять, а саблю. Я с мисплеил. Блин. Да. Это было очень плохо. Потому что теперь гремлин не мертв, он будет атаковать. Не, а попугая будет играть. Он не атакует. Господи, спасибо. Ладно, мы играем попугая и призрака. Попугай, двойной призрак в роме. Пошел. Отлично. Я думаю, теперь все будет нормально. Да. Потому что теперь идет шрапнель. Двойной облик нежити. Семь ходов бессмертия. Все хорошо. Че-то вы что там за гремлина болеете? Не понял. Что за дела? Что за непорядок? Опять куча оружий. Каждый раз на одни и те же грабли. Просто одни и те же грабли. А, волю пирата не посмотрел. Почти вместительный дух. А, он сжигается просто нам от ветки. Он пришел. Гремлин был убит. О, закупоренная торнадо. Это. Дает талант в стартовую руку. Подожди. А, попугай это талант. Все. Проблемы решены. Попугай в закупоренном торнадо. Охо-хо-хо. А, мы выиграли. Я даже обнаглею. Я сейчас скажу, что мы выиграли. Единственная слабость у нас была этой колоды в том, что у нас не всегда попугай в первой руке приходит. Я уверен, что мы убьем сердце. Нас 100%. Я даже не шучу. Потому что мы за 2-3 хода можем получить, ну, я говорю, 7-8 стаков бессмертия. Охотник за головами. Наносит 16 урона. Убив врага, дает 16 золота. Круто. И мы идем за элитками. Мы можем только одну получить. Тогда сюда лучше. Сидит попуг в банке, крутится. Бедный попугайчик. Сидит в банке. Ну, а теперь мы делаем фулло жадность билд. Да? Угрейдим там охотников за головами. Попугая улучшить? Мы его всегда будем играть. Зачем его улучшить? Что это такое? Менять удары на 5 укусов, потерять 30 максимального здоровья. Почему так много здоровья? Стань одним из нас, великий капитан. Ощутите плод шпиля. Не понял. Они вроде обычно меньше забирают. Или я туплю. И какой-то ивент на 100 золота. Типа я могу у них купить что-то? Черт, мы... Или какой-то, видимо, специальный ивент этого капитана. У меня нет 100 золота. Окей. Попугай. Пьем. Ядро. Призрак в банке двойной. О, господи. Здесь два их пришло. Зачем улучшать то, что мы всегда будем играть? А там же апгрейд дает просто... Апгрейд с него убирает эфирность. Так же, как и на облике демона. Не имеет смысла апгрейд. Бедный попугай. Мы же пираты, бунтовщики. Спасибо вам. Большое за донат. Тридзвайся с сердечком. Почему это он бедный? Это очень богатый попугай. Смотрите, какой большой. Он размером, как пол латоносца. Он был бедный, он бы такой большой не отъелся бы. Так что... С чего он не бедный? Нормальный попугай. Здоровый и упитанный. Все с ним в порядке. С этим вашим попугаем. Я хочу его добить этим... Я хочу добить Змека... Наградой. Я хочу за него награду получить. Особорона. Где моя награда? Впереди. Награда впереди. Другие карты нет смысла играть. Вот она. Охотник за головами. Наносит 21 урона. Ну, золото все равно только 20 дает. Эх. Посчиталось, что мы убили врага им? Или посчиталось, что оружие убило? Фигня какая-то. Когда ты наводишь на пирата, на враге иконка появляется. Что это? Не знаю. Надо посмотреть. Кеплетни интересно. Слишком много оружия. Вооружающий удар дает оружие, но... Слепые атаки. 3 урона случайному врагу 3 раза. Вот это мне нравится. Это с оружием и должно работать. Мои 20 золота. Ушли в никуда. Что это такое? Мне здесь нужен блок. У меня есть якорь. Че, че с попугаем сыграть тогда? Бутылку рома. Мстительный дух в смысле? В смысле? Якорь. Ядро. Двойной мстительный дух. Ром дает 2 сопротивляемости. Мы так и никогда не потестим сопротивляемость. Финальный обстрел. Наносит 4 урона за каждое ядро, разыгранное в данном бою. Учитывает все типа ядер. Ооо. Сабля хотя бы хорошо играет с атаками. Смотрите, наконец-то у меня появилась нормальная атака для оружия. Потому что сабля будет на 33 бить. А, но она тратит 3 стака оружия. Где мое хп? А у меня не было неуязвимостей. Да. Немножко мисплей. Да. Чуть-чуть. И здесь мисплей всего хода. Окей. Упс. Что мы хотим двойное сыграть? Теперь одинарное. Теперь удар. Двойной избить. Пожалуйста, не умирай. Надо его просто убить. Встреча огня. Слепая атака. Мы его убили. О, господи. Окей, я вижу небольшую проблему. Да, мстительный дух. Надо быть очень аккуратным с мстительным духом. Когда у тебя уже вытащился... Вытащился облик нежити. Капец. Смертельный арсенал. Получить 7 блока. Возьмите одну карту за каждое уникальное оружие, которое сейчас вооружено. Оружие хотя бы начнет добор давать, да? Запас ядер. Добавляет в руку 3 ядра. А ядрами можно быстро расходовать... Оружие. Мне нравится идея ядер. Чтобы оружие не застаивались. Хотя для этого у меня вроде как есть уже слепые атаки, которые ту же функцию выполняют. По-моему, из-за этого ничего не нужно, честно говоря. Слепые атаки делают... Они вроде расходуют все статусы. Все стаки оружия. В смысле, три стака оружия. Чат, ну смисплеил я и что? Подумаешь, 30 хп. Кому это нужно? Хп переоценено. Единственное хп, которое тебе нужно для победы, это 1. У нас сейчас на 28 хп больше, чем нужно для победы. О, Виктор, привет. Ты заболел, что ли? Держись, Виктор. Держись, мы с тобой. Не болей. Выздоравливай. И обращайся в больницу, если это нужно. Не жди там чего-то. Непонятно чего. Выздоравливай. Сочувствую. Если останешься стрим смотреть, то приятного тебе просмотра. И да, может чуть отвлечешься от этого дела. Надеюсь, могу помочь. Немного расслабиться. Хотя бы морально. Что я тут делаю? А, я удаляю карту. Окей, мы удаляем... Саблю. Да, да. Сабля была удалена. Убью ее, автоматонов 29 хп. Если наглеть, то возможно... С другой стороны, у меня вроде апгрейдить нечего особо в колоде. Да, саблю наконец удалили. Наконец-то я не забыл. Да то она уже тусит-тусит в колоде. Толку от нее никакого. Окей, попугай был сыгран. Все хорошо. Теперь не смисплеить. Окей, нам нужен двойной призрак в роме. Не Мастительный Дух, а призрак в роме. Да, это надежнее. Поэтому вот так. Удар Шрапнель, призрак в роме. А мы будем бить босса. Удар Шрапнель. Двойной призрак в роме. Косажница. Снаряжает вас оружием 8-3. Накладывает на врага метку жнеца. Когда атака наносит ему урон, вы используете данное оружие. Прикольно. О нет, они украли охотника за головами. О, я могу уязвимость на автоматона накинуть. Не могу. Потому что тогда у меня облик нежити двойной не сыграется. Просто тогда так. И двойной облик нежити. Семь ходов бессмертия. Не мисплеим, не мисплеим. Фул фокус билд. Фул не мисплей фокус. Окей. Я думаю, я хочу сыграть меч. Меч огня. И одинарный уже сморей. Одинарный устрашающий удар. И двойные слепые атаки. А, слепые атаки один стак меча расходуют. Ну, слепые атаки вообще огонь. Мы как-нибудь убьем его за один. За этот. О, деревянная нога. Кстати, деревянная нога с бессмертием сочетается шикарно. Просто бомбово. Вот она, коса, жнеца. Все, автоматон. Сейчас ты будешь скошен. Косье автоматона. Какая-то не очень хорошая. Метка жнеца теряет 40% от недостающих здоровья при накоплении трех меток. Оу. То есть, если я его еще раз проатакую, он потеряет здоровье? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ого, 74 урона. Окей, мне нравится эта штука. Я большой фанат. Ха-ха-ха. Очень большой фанат. Да, мы его убили. Вау, это было круто. Как же билд над колодой в 300 тысяч карт на фиолетовый меч и ветку. Слушай, ну, звучит прикольно. Хаос, который случайные карты добавляет. Ну, честно, по-моему, у меча есть один плей. Ну, может, еще какая-нибудь бесконечная колода, если у тебя есть возможность карты дешевыми делать или очень много энергии. Хаос или можно добор сделать, но огненный меч слишком хорош. Мародер дает энергию, когда у оружия окончается прочность. О, вот энергия. Что-то какая-то картинка странная. Это что такое? Это черника. Почему на картинке с мародером черника? Черника это мародерская еда? Все мародеры едят чернику. Я просто не шарю. Опьянение. Дает 4 сопротивляемости. Отнимает 1 сопротивляемость в начале хода. И шлюпка. Это вся защита. Но, по идее, нам защита не нужна. Когда сидеть, больно лежать, больно остается ходить. Когда ходишь туда-сюда, думал о творчестве, придумал много интересного. Есть свои плюсы. Ну да, видишь, всего можно плюсы выкопать. Так что да, удачи, Виктор в творчестве. Побеждай. Это черника-мародер, да. А, черника полезна для зрения, помогает в мародерстве, понятно. Ну, берем. Будем мародерами. Full-мародеры билд. И я вижу ящик Пандоры. И я думаю, что какой пират не откроет ящик Пандоры? Если бы я был пиратом, я бы нашел ящик, в котором написано ни в коем случае не открывать. Сразу понятно, что там самое большое сокровище. Там лучшее сокровище в этом ящике. Я бы даже сказал, в этом ящике должны быть все сокровища. Возможно, оттуда спрятали все сокровища. Нам об этом не сказали. Что насчет этого? Мм? Окей, сокровища были найдены. Финальный обстрел. Наносит урон за каждое ядро, разыгранное в бою. При этом уйма ядер. Добавляет в руку ядро в начале хода. На абордаж 6 урона всем дважды. Вы берете две карты. Запас ядер. Еще один охотник за головами. И, конечно, золотой удар. Который бьет на 9. Там минус забег. По-моему, отличные карты. Это то, что нужно было. Куча возможностей использовать наше оружие. Более того, я смотрю и думаю о том, что В принципе, мы себе можем позволить еще Оружие набрать в колоду. Я не против. И сейчас мы пытаемся выиграть, короче. Просто попробую выиграть. И пойду самым ближайшим путем до босса. И надо не забыть два ключа еще. Да. Окей. Можем ли охотник за головами сделать килл? С банкой может. С ядром может. И мы оставляем это все. Устрашающий удар я здесь играть не буду, правильно? Смотрите. Попугай. Мне нужен будет двойной якорь. Так же я играю с ядром. Охотника за головами. А попугай играет двойной якорь. О, золото пришло. 20 золота. А, и финальный обстрел же бесплатный. Еще огонь. Зачем я его двойной сыграл, я не знаю. Просто я захотел 10 хп провтыкать, видимо. Да. И с преимуществом еще 16 золота. Тоже хорошо, да? Веселый Роджер в небе. Британский крест на теле. Стреляет из обрезов. Толпа головорезов. Накладывает три слабости на всех врагов. Сжигается. Прикольно. Просто выиграй. Лол. Пьяный моряк. Просто карта Пьяный моряк. Зелье используют в дополнительный раз. Пьяный моряк и пьяный. Чего вы к нему пристали? Блин, я так не хочу урон получать. Как мы его будем убивать? Чупастого. 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 Надо хоть каких-то блоков набрать. Но это шипастый. Это из-за шипастого. Такие проблемы. У меня же двойной облик нежитью здесь сыграть. Так, все, убиваем его У меня вообще блоков в колоде нет теперь Кроме якоря, да? Прикольно У меня вообще в колоде нет блоков А, нет, вот еще и плащ, ядро есть Окей, наносим весь урон пока можем Просто стреляем в него Мы его застрелили Отлично Повязка на глаз, возмездие и арсенал Возмездие, что надо почитать Чет, я на одну минуту Поплавайте пока без меня А, простите, походите в море Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как-то по морю ходится? Стул хорошо себя вел Отлично Итак, возмездие наносит отновлят до 60 урона всем врагам в зависимости от недостающего здоровья Ну, звучит не очень хорошая вечеринка Короче, нету тут ничего интересного О, безумие Безумие? Мне хватит карт в колоде По-моему, мне хватит карт в колоде Ага, вот эти ребята Завалим их? Конечно Изи Просто играй попугая О, блик нежте в руке с попугаем Очень плохо Возможно, я перестарался Ммм Да Ну Беда Ладно, мы играем попугая Это точно Потом мы хотим двойной якорь в конце сыграть Значит, здесь я хочу сыграть копьем Ядро У меня два Тогда я могу двойного охотника за головами сыграть просто для урона Или мы жадничаем У меня есть еще один охотник за головами О, фехтование Силька пирата Дает артефакты Артефакты должны заблокировать дебаф Дебаф мстительного духа Кстати Вот что я двойное хочу сыграть Теперь мстительный дух не даст дебафа И его надо сыграть последним Окей Так Берем кинжал Играем мародер Делаем сюда избить на этого мужика Запас ядер не сыграть Неважно Слепые атаки Мстительный дух двойной И его дебафы, да, заблокировались Отлично, это работает Канни-кан Привет Где мисплей-то? Не видел ни одного мисплея Так Раз, финальный обстрел Два, финальный обстрел Двойной призрак Этот Двойная деревянная нога Ой, я призрак В роме одинарной сыграл Но, зато Охотник за головами Мы все-таки получили свое золото Мы продолжаем получать понемножку урон Мне нужен какой-то пассивный блок Чтобы был Каждый ход Да? О, типа торий Снижает получаемый урон Это так По здоровью С пяти или менее до одного Нет, это не то, что мне нужно Мне нужен стержень Да, стержень Нужен Или вот такая оборона Какая-нибудь, да Ядра мисплей? Да там с ядрами сплошные мисплея Ничего мне даже не говорить по этому поводу Оборона не нужна Ааа, я не хочу уролить колоду Так Попугай Ядро Ловкий удар У него стоимость снижается, когда оружие играешь Я хочу двойной сыграть золотой удар Правильно? Значит, ловкий удар О, господи, мисплей Ааа, этот попугай Ха-ха-ха Вместо тем попугаем Ломается голова Да, только что был тоже мисплей Это был он Все верно Так непривычно, что надо последнюю карту играть два раза Это жесть, как непривычно Не могу привыкнуть и все О, безрассудство Шляпа капитана Дает две силы, дает два сопротивляемости Прикольно Стержень не работает на неосвязаемость Да вроде работает У нас вроде когда-то был забег такой С этим Стержнем и неосвязаемостью Пьяный моряк Земля используется дополнительный раз К сожалению, Содзу Да Тост дает сопротивляемость Но убирает ее Но это неинтересно Золотая оборона Уже дает одиннадцать блока Но мы обнаружили, что какой-то блок нужен Не, это лишнее Нужен очень большой урон просто Весь урон И все будет хорошо Если будет весь урон Все будет хорошо Что защита должна Идти От Других Источников Ходник за головами Не работает на кинжалы Двойные слепые атаки Должны убить Этих чуваков Сила пирата Дает шесть силы Как весело О нет А, есть Фу Призрак Вроме есть Фу О, чуть-чуть испугался Немисплеем призрака Вроме О, поднимаем мораль Зато И Немисплеем призрака Вроме Сто процентов Немисплеем Его сыграть последним Только последним А еще энергия Тогда можно еще Сделать меч Меч огня Призрак Призрак Вроме Последним Был сыгран Все хорошо Два урона Но это фигня Веселый Роджер Немисплеем Опять Здесь последнее Будет шапнель Значит Так Теперь Подожди Хотник За головами 36 урона Подождите Подождите А не убью Ковея Ее Сейчас Двойным охотником За головами Нет Один ФП Эх Мисплей Ну Мы ее убили Оу Артефакты Артефакты Мне нравятся Ф маска Да ну Зачем мне маска Окей Я беру ключ Сейчас Потому что я забуду Потом после элитки Не забудь взять Еще один ключ О Огромная голова По идее Кстати Проблема Не должна быть Потому что Есть попугай И Мстительный дух Я не хочу ядрой здесь играть Я хочу оставить Стака Кобека На Атаку Которая несколько раз бьет Слепая атака Что-то такое Или хотя бы избить Да Тоже пойдет Мм Я могу меч Сыграть сначала Может меч На добор Против головы Наверное Три урона Здесь ничего не дадут Да имею ввиду У нас семь ходов Бессмертия Кто босс Таймлорд Который В принципе В каком-то смысле Нас контрит Это правда Восемь ходов Бессмертия Еще Небольшой запас Вот Слепые атаки Двойные Нужные Сначала Ядра Заблокировать Будет давать Блок Каждый раз Когда мы тратим Заряд оружия Что-то в этом есть Заряды оружия Плюс Ого Сколько у меня Карт Пока у меня Есть оружие Ядра У меня есть Добор Я по две Карты Кстати получаю Да Финальный Обстрел Надо было Еще сыграть Мисплей Воля Пирата Снимает все Отрицательные Эффекты Вы берете Одну карту Ну-ка Оп Дебафы сняты Чуть-чуть имба Мне не нужно Ядра В начале Каждого Хода Мне Лучше Больше Урона Мародер Золотое Ядро Когда есть Попугай Ром Никакой Сайтама Не страшен Так точно Все Верно Хоть За головами 52 урона Окей Мы добьем его Двойным охотникам За головами Еще даже золото Рог Гремлина О Больше Бессмертия Богу Бессмертия Да Больше Рома Богу Рома И Ключ А я знаю Есть Не смысл Хиляться Наверное Не особо Ну что мне Апгрейдить Что-то Нечего Апгрейдить Мародера У всех Бессмертия Ничего Не апается Уже Смарей Наверное Да 5 стаков Уязвимости Лучше Не рисковать Мы Мы можем Выиграть Мы Можем Здесь Получить Победу На Двадцатке На Сердце Зачем Придумывать Из-за Велосипеда Правильно Просто Просто Выиграть Все Все остальное Это уже Какие-то Какие-то Я же такие Тут изобретаю Даже не знаю Чего У нас Есть Сто процентная Победа Практически Поэтому Да Не видать Тебе Победы Надо мной Пишет Спайр Харт Ах Ты Спайр Харт О Двойные Слепые Атаки И Противник Мертв Еще Один Меч Плеть Избить Слушай Колода Работает Хорошо Мне Кажется Мне Оружий Больше Не Нужно Хотя Улучшенный Меч Заманчив Очень Заманчив Когда Варлак Изобретает Велосипеды Они у него Получаются С рулями Вместо Колес Зачту За комплимент Мне Тоже Нравятся Мои Велосипеды Они Квадратные И Зеленого С фиолетовым Оттенка Но Они Не Скучные Плеть Имба Если Если Есть Чем Ее Апать Так Она Разряжается И Ничего Особенного Меди С добором Лучше Ключи Есть Магазинчик Сундук Сундук С сокровищами Дает 15 золота В конце боя Поздновато Чет как-то поздновато Сундук С сокровищами Ты пришел Вечно Перо Вроде Мне Не Нужно Спел Удалял Карту Знаешь Что Я уверен Что Мы Убьем Боссов Прямо На 100% Уверен Что Боссы Сольются Поэтому Знаешь Что Я Оставлю Золото Для Магазина Перед Сердцем Опять же Я Прямо На Все 100 Тысяч Процентов Уверен В победе Над Боссами Здесь Здесь Даже Не буду Спешить С этим Вопрос Снарядим Меч Огня Потом я Сыграю Мудрую Оборону Серега Нужен мне призрак Кроме Здесь Я Община На абордаж Хотел Двойной Сыграть Наверное Лучше Стоп Мы их Убьем Чуть Чуть Убьем Ооо Цинга В смысле Апельсинчики Которые Убирают Цингу Улучшить Дает Плюс Один Плюс Один Семь Оружием Ооо Плюс Два Плюс Два После Улучшения А вот Это Мне Ооо Очень Нравится Ооо Перхак Привет С возвращением Сегодня Крысы будут Да Конечно Ж Цинга Имба Да Целые Корабли Выносят Больше Цинги Богу Цинги Да Это Очень Круто Учитывая Что Облик Нежити Накладывает Отрицательный Эффект Да Очень Круто И Также Например Облик Нежди Контрится Серьгой Пирата Что У меня Тут Много Всего Хорошего Слишком О Цинга В смысле Снятие Цинги В смысле Снятие Цинги А не Сама Цинга Играй апельсины Под попугаем Да Я Согласен Играть Попугаем Попугай Прости Меня Не придется Играть Апельсины Прямо Под тобой Ничего Личного Это Бизнес Я играю просто двойной абордаж здесь, потому что я не хочу здесь сидеть 3000 лет Я знаю, что мы получим урон, но, come on Я просто не могу с этими шпастами тут рассусоливать полдня Свободу попугаем Ага, еще и золото заработаем Ага, нету защиты и бессмертия Ну, доигрались Хотя бы есть бессмертие Дождь из золота О, еще деньги Сто все золото заработали 430 голды Более пирата есть, но... А, на добор дает Пылкая оборона носит 3 урона всем врагам Прикольно Окей Апгрейдить нам особо нечего Поэтому То же самое Ахилл просто для того, чтобы был Какая разница У нас все карты Ключевые карты все улучшены Поэтому Да Отрицательные эффекты вроде снимать не надо Мы на него кинем устрашающий удар Так Последним я хочу сыграть якорь Попугай Копье Ядро Устрашающий удар И играем двойной якорь В итоге мы получаем 2 урона У нас сыгран попугай Все прекрасно Сейчас наконец-то пира еще будет Он тут, кстати, не так уж критичен Хотя Если сыграть копье Теперь сыграть на абордаж На абордаж Может вытащить облик нежити Сейчас было бы неприятно С другой стороны С другой стороны Сейчас можно сыграть сыргу Еще 3 карты надо сыграть Раз Два Три Нет Раз Два Три Да Так Раз Два Три Потому что убрать сынгу должна быть двойная Как будет попугай с таймлордом работать Ну вот Так же как да Походу так же работает Как и Облик эхо Ага Вот он Войной облик нежити То что нужно Слично Все Шесть ходов бессмертия Просто убей его Лол Меч Знаю, что меч на огонь Я попробую его казнить Я попробую его казнить Вот теперь мы точно дамажим Нужны мне ядра против него навеска Чем больше урона Чем больше урона, тем лучше Рыболовные сети Рыболовные сети Кстати Если двойные сыграть Будут по 10 урона наносить Они будут уменьшаться на 1 Но какая разница 10, 9, 8 Это все равно очень много Аааааааа Таймлорд Сбил меня Вот там много мечей Смотри сколько у меня мечей Потому что я медленно его убил Мне надо больше урона Да Я решил нам надо больше урона Как бы меня этот таймлорд не убил Наверное, было бы обидно После всех понтов Умереть Чертовски обидно 130, какие оружия на плюс 7 Что у меня 3 хода уязвимости осталось У меня такое ощущение, что я его на следующий ход не убью Или убью У меня атак нету Вообще, если разломать Так нету Есть устрашающий удар Если я делаю так Теперь так Финальный обстрел двойной 20... Ау, он умер Я не понял, почему он в конце 72 урона получил Но он умер Окей Изи Мы все и без проблем Ни одного мисплея Все хорошо Все просто Прекрасно Мародера сыграли Попугая сыграли Двойной Двойной якорь сыграли Да Могло быть еще легче, честно говоря Но Некоторые вещи Сфифров ешь, видимо Господи Так Меч огня Действительного духа последним Мы хотим сыграть Так Лучше последним призрак В роме Мстительный дух Двойной призрак в роме О, крюк А, крюк два раза сработает Понял Мы в любом случае Хотим сейчас Сначала настакать бессмертие А потом наносить урон Начинать Мы очень долго разгоняемся Сердце по 15 урона Вообще-то может убить Если мы вот так без блока Будем сидеть А рехалка бы Или что-то такое Что-то да Что-то мне не нравится Пьем, наверное, на басу Да Так Хорошо Будем убивать Семь ходов бессмертия Более чем достаточно Да, вот я сейчас смотрю И понимаю, что мне Действительно нужно Защита от Сердца 15 урона Которое сердце накидывает Чего, а рехалк не продаете Сердце Для чего Продавайте Ого Максимально улучшит Плюс 3 Плюс 3 Всем оружием Фум-бум Какая красота Не рехалка Не защита Только смерть Беда Как страшно Жить Кто будет Финальный обстрел Играть Мы убили Дону деку 430 золота Изи Двойной Все двойные карты Чего-то я хотел Апгрейдить Снять оценки Признают Здесь нет хороших Апгрейдов Честно, ни одного Я в каком случае не вижу По-моему лучше хернуться На всякий случай Да, мне кажется Что у нас сердце Все-таки заковыряет По один урона Если я стержень Сейчас не найду А я его уже не нашел А что-то наподобие стержня Дает Волшебный котел Дает случайное зелье В конце боя Это разве не то же самое Что статуэтка зверя Я что-то не понимаю Похоже на то же самое Что статуэтка Скрещенные мечи Атаки получают Используют дополнительное оружие Вот это круто Это ДПС сильно повысит Зельки я купить не могу Зелья И облик можно взять Да, еще один Мне кажется У меня обликов Достаточно Но Как бы без них Будет вообще беда Печаль И мы можем удалить Какую-нибудь лишнюю атаку Тю-тю-тю-тю Рили какой-нибудь Талант или навык Что у нас такое лишнее Что сжигается Золотой удар В принципе Нормально дамажит Хотя не супер Ядра Чистый изумруд Копья нафиг Но здесь соглашусь Меч намного лучше Копья Да Копья нафиг Копья переоценены Мы же не этим Не моя Чтоб тут копьями заниматься Призрак есть Отлично Просто отлично Попугай Кякарь У-у-у У нас наконечник есть Прикольно Наконечник Плюс Акабека Ну-ка где мои массовые атаки Нету У меня впереди есть На абордаж Это должно нафиг шотнуть Практически Не в этой А духу есть Отлично Мы же вам Страшно Страшно Такое Вот она На абордаж 54 урона Но Это будет сто сотка урона Но Тогда я двойной облик Не могу сыграть Да ну если я нанесу 54 умножить на 2 урона Мне Мне вообще облик не сыграть Оооо призрак Спасибо тебе огромное Спасибо призрак Я Только что Нас почти убил Чат Молодец Я умный К счастью Игра умнее меня Поэтому Я выжил Но это было круто Это было очень круто О, Ари Халк Стержень, вообще-то, игра Было бы лучше Ну ладно, так уж и быть И мне хватит Арт Ари Халк более-менее Так, попугай есть Все, что нужно есть, отлично Якорь Попугай Ядро можно тратить Ядра на сердце нам не очень нужны Хочу двойной меч сыграть Меч на На добор А, зелька Панцирь Меч на добор На абордаж Свистать всех навех Поднять паруса Сухопутная крыса Всех на рею повешу Естественно Именно на сердце Никакое бессмертие не приходит на второй ход Но это нормально Для Для сердца это норма Да, ничего нету И защиты ни одной Ну, естественно А мы добор получаем Когда играем оружие Поэтому Что я сейчас сделаю Я бы хотел Проапгрейдить эти мечи Плюс три, плюс три На них навесить Потом сыграть слепые атаки С этим увеличенным уроном Во-первых, надо убрать цингов Правильно Снимить дебафы С другой стороны Если я вытащу сейчас облик нежки Я его за хочу сыграть Правильно Ну, посмотрим, что вытащим Нет Соответственно, нет Конечно же нет Все Жизнь Боль Если устрашающий дар Вытащит В общем, толку будет мало Мне выгоднее здесь делать вот что С первых убрать цингов Оу, касаженец, а знаете, какой урон даст Блин Потом мне выгодно сыграть устрашающий удар Касаженец Касаженец я не сыграл Ну, кому же слегка Окей Касаженец была бы шикарна Очень-очень хороша была бы Мы все еще не вытащили ни одного облика нежити или еще чего-то другого на бессмертие Классический бой против сердца Классический бой против сердца, да? Просто в лучших традициях Нет, нету Чат, вот скажите мне, что это я придумываю Вы видите то, что здесь происходит В колоде 27 карт у нас Раз, два, три, четыре, пять Пять карт на бессмертие Ни одно из них я не вытащил Игра, как ты это делаешь? Разработчики Лайза Спайра Это лучшие разработчики Они делают такие тролль-машины Которые невозможно победить О, Айнс, привет Да, ты вовремя Ты очень вовремя Смотри, как классно У нас тут весело Окей Так, как победить то, что невозможно победить Сыграть на абордакт Нет Я еще Окей Это даже не этот Это я даже ничего не могу Нет слов Смотри, как-то Эмм Да Бездна Изо Всех этих карт Я еще одну смог добрать Разрядив оружие И мы вытащили бездну Да Да Выигранная война Та война, на которой не было отступления Оставь сердце с носом Спасибо О, у меня нет слов Да Эмм Что мы будем делать с этим Да ничего, наверное Просто Проиграем Я просто Добрать я уже никак не могу Добор сделать Ну мы выживем Спасибо Игра Наконец-то Соисполило Зайти Вашист атаки Используют Дополнительное оружие Три оружия Одна Атака Будет использовать Но мы будем Много урона Наносить Здесь Ничего не скажешь Я хочу Двойной облик Сыграть Это точно Хочу я еще что-то тут У меня урон нельзя получать Двойной облик был сыгран Нет блоков Каждая карта Это один урона Я не могу себе Этот один урона Позволить Из-за того что Мы так много урона В начале игры получили В начале боя получили Хотя вообще-то Не должны были получать Ну типа Кто нас спрашивает Да Я не могу Это все играть Коса жнеца Выиграй мне Пожалуйста Бой Опять я не могу Ничего играть А метка Жнеца не наложилась Потому что у Сердца Устойчивость К урона Прекрасно Или наложилась На него метка Жнеца А я не вижу На нем метки Жнеца Вы шутите? У меня же есть Блоки Какие-то Хотя бы 4 хп У меня были Какие-то блоки Но теперь их нет А они не приходят Это вот эти карты Будут последними В колоде Метка при атаке Накладывается Ну а так Шрепнелль Сыграть Два урона Метки Метки все равно Не накладываются Видимо метки На сердце Не работают Ну и естественно Никаких этих Блоков не нашел Вот блоки Вот блок Да? А я нижнецами Атаковала Молотами Да Верно Мы много меток На него наложили Еще бы Вообще-то Шнец С использованием Дополнительных оружий Мы только что Что-то Сотка урона Мы бы убили сердце На следующий ход Там тонны урона От этих Кост наносится Капец О мой бог Классика Просто классический Бой с сердцем Прямо Идеально Продемонстрируй Оооо Эта игра Есть Отличное чувство Юмора Просто Прекрасное чувство Юмора Да Эф Пират О мой бог Пират был хорошим солдатом Он старался И у нас была Колода Это же не то Что я где-то там Смисплеил Или затупил В конце Нет Все Там 5 или 6 Нужных карт Которые Мне нужна была Одна из этих карт Мне нужна была Одна Любая из них Нет Нету Ни одной О господи Чат Если бы Просто одна из этих карт В первые Три хода пришла бы Все Там у нас было 70 хп Нам бы хватило Чтобы разыгрывать Все атаки Мы убили сердце За 5 ходов Это не из-за того Что мы удаляли Всю защиту Защита Ничего не помогла Просто выиграть И все Но это был Тиротовский Фановый забег Да И пират Очень интересный персонаж Нам не нужно было 15 защиты Вход Нам нужна была Одна из карт На бессмертие Которые у меня были Вместо защиты Если бы у нас Было 15 защиты Вход То у нас бы Не было столько Карт На бессмертие И у нас бы Не было Урона Поэтому Я думаю Что мы Сделали нормальную Колоду И да Пират Интересный У него много Фишек У него и бессмертие Есть Ядра Призрак В роме Все Отлично У него Хороший мод Мне понравился Я не знаю Мне кажется Мы посмотрели Большую часть Того Что этот мод Предлагает Круто Механика Оружия Интересная И причем Эти оружия Сделаны Не просто Как-то Бонусная Сила Но И Спецэффекты Есть у Оружий Есть карты Которые С ними Взаимодействуют Есть Релики Которые С ними Взаимодействуют И При этом Это не Полный Фокус Персонажа Хотя Наверное Основная Его фишка У него Есть еще Многих Других Карт Есть Неосязаемость Там Двойное Одно Есть Попугай Но Основная Фишка Все-таки Все-таки Оружие